всем привет дорогие друзья сегодняшний ролик можно сказать повторение мать учения потому что на канале уже есть видео по изготовлению светильника из светодиодной ленты но это было давно не правда можно и повторить опыт заодно отвечу на частые вопросы вы интересовались что стало с тем светильником не отвалился ли лампа работает прекрасно работает и не думает умирать более того почти сразу я тогда сделал такой же светильник и над другим столом где жена что-то шьет и рукоделит но мощность второй ленты оказалось ниже и цвет свечения слишком холодный в общем она попросила добавить люменов над столом что я сегодня и сделаю технология монтажа простая и показала за годы эксплуатации свою эффективность строительном магазине я покупаю вот такой алюминиевую полосу длиной 1 метр шириной 5 сантиметров и толщиной 2 миллиметра вся лента 5 метровая так что на эту полосу вмещается ровно 5 метровых кусочков сама лента уже имеет клейкую основу только перед наклеиванием алюминия надо тщательно обезжирить ну а саму пластину приклеиваю на двусторонний скотч к полочке висящий над столом все проще не придумаешь гораздо больше трудности у людей возникает при попытке запитать сие творение я знаю что среди зрителей моего канала много людей далеких от электроники много детей школьного возраста и просто тех кто очень хочет паять но не знают что да как я постараюсь сегодня это подробно показать но для начала все же давайте соберем светильник первым делом ленту надо порезать на 5 кусочков длиной каждый по одному метру режется лента по вот этим вот контактным площадкам которые находятся тут буквально через каждые три светодиода затем надо обезжирить пластину я это делаю обычным растворителем забыл сделать одну вещь край пластины я обворачиваю каптоновым скотчем чтобы избежать контакта токопроводящих частей с алюминием дальше я наклеиваю ленту таким образом как если бы я ее только что разрезал разворачиваю и продолжаю клеить уже в обратном направлении в этом случае внутри оказывается у меня отрицательные контакты вместе положительные по краям так проще спаивать сколько до этого заказывал светодиодных лент все они были собраны из полметровых кусочков спаянные это вся лента цельная видимо что-то не там поменяли свои технологии но без косяков все равно не обошлось видимо уже на моменте тестирования обнаружилось что один светодиод мертвый и заменили его видны следы пайки и еще один ляп в одном месте как видите прилип лишний резистор как он сюда попал непонятно но теперь часть резистора выступает в качестве токопроводящей дорожки для светодиода удивительно но все работает надо будет это исправить но в остальном вроде все хорошо так ну все спаял светильник все соединил получилась такая змейка туда-сюда туда-сюда ну и давайте подключим надо подать 12 вольт даем минус и даем так вроде работает даем плюс так можно и роговицы выжечь где мои очки от солнца хотя тут не очки от солнца тут сварочную маску надо одевать вот это свет сейчас лента потребляет 1 и 6 ампера но по мере разогрева светодиодов вполне возможно что ток этот подрастет я думаю 17 как минимум будет потребление так что из этих цифр и надо рассчитывать свой источник драйвер для ленты нужно подбирать запасом примерно 20 процентным так что для конкретно для этой ленты подошел бы источник где-то на два с половиной ампера два два с половиной минимум я в качестве источника буду использовать адаптер какого-то древнего ноутбука адаптер мощный на выходе целых 6 половиной ампер это позволит мне запитать от него сразу две ленты эту и ту что уже висит и заодно покажу вам как переделать адаптер и получить на выходе вместо 19 нужные нам 12 вольт если у вас нет нужного блока питания или не хотите заморачиваться с его переделкой оставлю под видео ссылки на разные светодиодные драйверы выбирайте на свой вкус и цвет кстати цены на источники питания то ли упали то ли я что-то забыл но мне кажется раньше было как-то подороже на ли я выбираю как обычно уже не первый год с помощью приложения на ли радар устанавливается за пять секунд причем есть версия для андроида и с ним легко и просто отслеживать цену товара найти реальную скидку сложно когда знаете что-то продается два года по одной и той же цене а потом как будто распродажа просрочки за пол цены такое встречается крайне редко в основном цена скачет по синусоиде и приложение как раз поможет вам совершить покупку когда цена на товар будет минимальной или близкой к минимальной долго искал для вас ленту в итоге нашел хороший вариант с точно такими же светодиодами как на моей белого или тепло белого свечения с влагозащиты или без так вот как раз на нее цена уже продолжительное время движется по кривой и на сегодняшний день цена близка к минимальной то есть брать нужно сейчас то же самое с источником нашел два хороших варианта один стандартный он подешевле и кроме того тут огромный ассортимент и по напряжению и по амперажу для нашей ленты отлично подойдет вот этот на 12 вольт 3 ампера и цена как видите сейчас минимальная можно брать кроме того тут и продавец со стопроцентной надежностью если у вас есть сомнения что этот лот самый выгодный можете также али радаром просмотреть похожие товары на некоторые из них здесь кстати можно увидеть еще и видео обзор второй вариант источников подороже зато у него герметичный корпус и выглядит поинтересней ну и выбор тут невелик для нашей ленты подойдет на 36 ватт про цену говорить ничего не буду сами видите меньше меньшего а все аналоги только дороже в общем выбирайте что вам больше нравится все ссылки на товары и на приложение али радар будет под этим видео в описании ну вот как покупать на алиэкспресс вы знаете я же свою очередь как и сказал буду запитывать сразу два светильника от одного ноутбучного источника но у него на выходе 19 вольт а лента у нас 12 вольтовая переделка на самом деле не сложная не ждите что я начну вам тут читать за умную лекцию потому что этот способ я как и вы нашел когда-то давно в интернете и до сих пор успешно им пользуюсь а больше чем нужно я в этот вопрос и не вникал все похожие импульсные блоки питания в своей низковольтной части имеют шим-контроллер в данном случае виде такой восьминогой микросхемы она управляет силовыми ключами на основе информации которая поступает по линии обратной связи так вот именно эту обратную связь нами надо чуток подрихтовать делается это с помощью изменения сопротивления всего одного резистора надо только найти нужный их тут как клопов я его еще путем простой прозвонки нужный резистор находится между положительным выводом и шим-контроллером правда некоторых источниках пишут что он может находиться и между минусом но видимо это зависит уже типа микросхемы и так один щуп ставим на плюс а вторым вызваниваем резисторы вокруг шим-контроллера я уже нашел общую точку между двумя резисторами смахивает на делитель напряжения дальше каждый из них идет на какую-то ногу шим-контроллера в общем один из них тот самый резистор не лень искать дата шит разбираться в схеме тем более что здесь всего две комбинации и если повезет то уже первый резистор окажется наш начну выпаивать наверное вот этого резистора крайнего сейчас попробуем теперь надо узнать сопротивление нашего микроба так сейчас узнаем и его сопротивление составляет 31 килоом 30 килоом следующий шаг надо подобрать переменный резистор или подстроечный резистор похожего номинала впаять в плату подстроечника на 30 килоом у меня конечно же нет есть на 10 килоом поэтому последовательно с ним припаял 20 килоомный резистор и вот эту гирлянду сейчас надо впаять на место родного резистора но прежде чем припаивать эту гирлянду надо конечно же выставить нужные нам 30 килоом а тут собственно и думать то ничего не надо 10 килоом подстроечник 20 тот значит надо подстроечник до конца выкрутить чтобы получилось 30 ну все предел 29 получается ну ладно пойдет и так все припаяли теперь цепляем на выход мультиметр и вращением построечного резистора пытаемся получить на выходе 12 вольт если конечно мы угадали сопротивлением так сейчас включаем адаптер так на выходе у нас паспортные 18 с половиной вольт но и давайте покрутим и и как видите напряжение падает ура мы угадали отлично но теперь надо выставить 12 вольт так сопротивление оказалось мало или точнее много я выкрутил подстроечник до ноля оставшегося 20 килоомного сопротивления оказалось много поэтому я его заменил на 10 килоомная ну и чего-то там открутил назад для верности подключил еще 12 вольтовую лампочку как нагрузку и выстоял ровно 12 вольт на выходе все теперь я выпаиваю замеряю сколько получилось сопротивление и впаиваю на это место уже другой смд компонент номиналом который получится вот в этой гирлянде и так полученное сопротивление равняется 18 килоомом 17 9 но поищем 18 килоомная так она 18 килоом то у меня и нет есть на 12 потом на 22 килоома огородить из нескольких резисторов здесь слишком мало места очень плотный монтаж надо найти нужного номинала так ладно сейчас полезем запчасти все уж таки пришлось бежать магазин ну зато нашел нужного размера нужного номинала встанет как родной ровно 18 килоом как точно очень мелко поэтому лучше проверить качество пайки чтобы спать спокойнее но вроде все хорошо отлично проверяю сразу с нагрузкой чтобы исключить просадку напряжения в общем все работает отлично можно собирать все это в корпус и подключать нашу ленту уже на месте точнее две ленты и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, все готово. Соединил светильники параллельно. Невооруженным глазом видно, что новая лента гораздо ярче. И теперь, думаю, света будет достаточно. Что ж, друзья, на сегодня это все. Желаю всем добра и света в каждый дом. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова